Привет всем, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на канале ProBox с Вадимом Гринихом. Меня зовут, как вы уже догадались, Вадим Гриних. И сегодня у нас необычная тема. Мы будем обсуждать, является ли Геннадий Геннадьевич Головкин мешкобойцом. Погнали! Для начала давайте остановимся на его любительской карьере. Итак, Геннадий Геннадьевич Головкин, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по боксу. Выигрывал Восточно-Азиатские игры, чемпионат Азии. Азиатские игры, является серебряным и бронзовым призером Кубка мира по боксу со сборной Республики Казахстан. Выигрывал в 2005 году чемпионат мира по боксу и является серебряным призером Олимпийских игр в Афинах. За свою богатую любительскую карьеру Головкин провел 350 боев в любителях. Это просто невероятная цифра. Проиграл всего лишь 5 раз. За свою карьеру он встречался с такими звездами бокса, как Дэниел Гилл, Энди Ли, проиграл Головкину на чемпионате мира, Лучиан Буте, этот нокаут, я думаю, вы видели все, Матвей Коробов, который на тот момент являлся двукратным чемпионом мира по боксу, Андре Дирелл, который успешно сейчас выступает в профессионалах и многие-многие-многие другие. То есть любительская карьера у Головкина действительно была потрясающая. Карьеру Головкина можно условно расстелить на два этапа. То есть это до поездки в США дебютировал Головкин на профессиональном ринге в 2006 году. Поездка в США состоялась в 2012 году, то есть он дебютировал на американском ринге на канале HBO в 2012 году. И второй этап, то есть, соответственно, с 2012 по настоящий момент, когда Головкин выступает в США, то есть заработал все свои титулы, потом их успешно потерял. Ну так вот, вот первый период, действительно, он находился в Германии, да, то есть выступал в Восточной Европе, и у него не было там достойных соперников. Ну то есть это абсолютно логично, что всегда на протяжении всего развития профессионального бокса все самые крутые поединки и все самые топовые спортсмены выступали в Америке. И здесь, конечно, 6 лет Геннадий просто потерял зря. То есть за все эти 6 лет он единственно заработал титул, который титул регулярного чемпиона по версии WBA. И я предлагаю проанализировать карьеру Головкина именно вот с этого периода, именно с 2012 года. Он дебютировал на американском ринге боем с Джегошем Проксой, с поляком, у которого на тот момент было 28 боев, всего одно поражение, которое он потом закрыл в реванше, и 21 победа нокаутом. То есть это был довольно-таки серьезный соперник с хорошей оппозицией. Его Головкин нокаутировал в пятом раунде. И, откровенно говоря, это мой самый любимый бой в карьере Геннадия Головкина. Вообще изначально Головкин должен был дебютировать в поединке против Дмитрия Пирога, но Пирог получил травму, соответственно, бой отменился. Ну и потом уже Дмитрий как бы уже так подзавязал с боксом, он провел всего лишь один поединок с того момента против Набухиро Исида, с которым Головкин тоже потом встретится, но об этом чуть позже. За это время появилось видео спарринга Головкина с Чавесом-младшим. Кто не видел, посмотрите, там 9 раундов фирменного избиения от Головкина. И если бы в тот момент Гена бы встретился бы с Чавесом, то Чавес бы 100% не убрался бы с ринга на своих двоих. Чавес на тот момент был, ну, его акции очень высоко котировались в среднем весе. Рассада в качестве серьезного соперника не рассматриваем, потому что, ну, у него было немного боев по любителям, он сразу же перешел в профессионалы, и впоследствии в дальнейшем он показал себя как обычный середняк. То есть он боксировал и с Лемье, которому тоже проиграл остановкой. Ну, и брутальный нокаут, технический нокаут от Головкина тоже все помнят. Итак, Набухирова Исида, о котором я говорил ранее. Чем знаменит? Во-первых, он нокаутировал Джеймса Кирклинда в первом раунде, который на тот момент имел рекорд 27-0. Был одним из, наверное, самых подающих бойцов Америки, подающих надежды бойцов Америки. Плюс он боксировал с Полом Уильямсом, которому проиграл решение в 12-раундовом бою. То есть это был крепкий, хороший, обученный боксер. И Головкин его брутально нокаутировал в четвертом раунде. И, как вы помните, Исида там не мог подняться, наверное, в течение секунд 30-40. Дальше был Мэтью Маклин. Чем известен? Во-первых, закатил невероятный бой против Феликса Штурма, который вызвал массу споров. Я имею в виду решение по этому бою. Плюс он отправлял в нокдаун Серхио Мартинеса, который на тот момент считался королем среднего веса. На секундочку. И в четвертом раунде проиграл нокаутом по печени. И тогда все сказали, да Маклин это мешок, вот следующий соперник точно уложит Головкина. Я помню, это писалось буквально, наверное, на каждом форуме. Дальше был Кертис Стивенс, который начал обвинять Головкина в том, что он сидит на мешковой диете. Что сделал Головкин? Да он просто взял и прислал ему контракт на бой. Ну, Кертис был мужиком с яйцами и контракт на бой подписал. Что было в том девятираундном бою, помнят все. Отказ угла от продолжения боя. И вторая его половина прошла просто в одностороннем избиении. Дальше была сумма Адама. И тут, я так понимаю, у многих возникают вопросы. Что это за Адама? Вообще непонятно, откуда его взяли, привезли там из Африки, поставили в ринг, надели перчатки, капу в зубы вставили и сказали, вот, мол, Головкин боксируй против него. На самом деле, ребята, Адама нокаутировал Романа Кармазина в бою за статус претендента по версии IBF. В бою за чемпионский титул он проиграл Дэниелу Гиллу. Дэниел Гилл в итоге был обладателем двух поясов, а многие называют его мешком чертовым. Головкин, конечно, испытал определенные проблемы в бою с Адамой, но, ребята, смотрите, у любого боксера карьера развивается волнообразно. То есть сначала идет восходящее, да, уровень соперников повышается, повышается их технический арсенал, повышается их ударная мощь, и затем нужна какая-то психологическая разгрузка. Соответственно, Головкин был как раз на самом, ну, на самом низу этой психологической разгрузки, и поэтому он испытал проблемы в бою с Адамой. Плюс Адама, он все-таки не самый такой удобный соперник, с которым можно хорошо побоксировать и выглядеть очень здорово. Затем дальше снова пошел вверх подъем. Попытались устроить поединок против Чайеса по системе платных трансляций и pay-per-view, но команда мне удалось договориться, и в сопернике был выбран Гилл. Гилл, как я уже говорил, был обладателем двух поясов, причем по версии WBA он был с приставкой «Супер». Чем закончился тот бой, вы все прекрасно знаете. Гилл позорно отказался от продолжения в третьем раунде, при этом еще побывал на полу в течение этих трех раундов. Что говорит о Головкине, что боец все-таки очень серьезный, а не мишка-боец, как многие говорят. Дальше был бой против Рубио. Рубио, чем известен Рубио? Во-первых, Рубио нокаутировал Давида Лемье, который впоследствии стал чемпионом по версии IBF. Плюс он в конкурентном бою проиграл Хулио Сезару Чайесу-младшему. То есть это тоже был непростой оппонент. Гена его вырубил во втором раунде ударом куда-то вот в лобную область, то есть сделал ему заотрясение мозга. И надо отметить, что Рубио все-таки вышел на бой против Головкина с явным перевесом. То есть он весил, наверное, в районе 80 килограммов. Мало того, что он не сделал вес к этому бою, так еще и в бою он был таким прям кабаном. Дальше был Мартин Мюррей в Монако. И это был один из самых длинных поединков в карьере Головкина, который продлился 11 раундов. Чем знаменит Мюррей? Во-первых, провел равный поединок против обладателя пояса по версии WBA регулярного чемпиона Феликса Штурма. Плюс он проиграл с минимальным разрывом по очкам Серхио Мартинесу в Аргентине. И при этом умудрился Мартинеса отправить на пол. То есть Мюррей тоже серьезный борец. И, несмотря на то, что многие называют его мешком, это он на фоне Головкина выглядел мешком. Головкин забил его. Несколько раз Мюррей побывал в нокдаунах в течение этого боя. Тоже очень крутой поединок. Кто не смотрел, обязательно освежите в памяти, посмотрите. Клевый бой. Мне очень нравится. Дальше был бой против Давида Лемье, который на тот момент проиграл всего один поединок. Практически все свои бои выиграл нокаутом. И поединок изначально рассматривался букмекерами как бой, который не продлится всю дистанцию. Потому что встречались два арианных нокаутера. Два пояса, бой по системе платных трансляций. И в этом бою Головкин показал всю красоту бокса. То есть насколько важны ноги, насколько важен джеб. И насколько техника преобладает над грубой физической силой. То есть мало иметь удар, важно уметь его донести. И Головкин продемонстрировал просто всю неоспоримость этого высказывания. Дальше был проходной бой против Доминика Уэйда. И далее он вышел на Келла Брука. Многие говорят, мол, маленький, полусредний вес. Сейчас Головкин специально вызвал его на бой. Но, подождите, ребята. А когда вот в предыдущем бою Кабан Канело нокаутировал Амира Хана, почему-то никто не говорил, что, мол, маленьких избиваешь. Да? Чем знаменит Брук? Во-первых, он победил Шона Портера. Шон Портер, как вы знаете, вообще не пальцем деланный боксер. Недавно закатил просто нереальный поединок Кэролу Спенсу. И по мнению многих экспертов он его выиграл. Я считаю так в том числе. Чем еще знаменит? В Венеорах побеждал Александра Усика. Победил Лалку Эдриана Бронера. То есть, одна победа над Шоном Портером – это уже серьезное достижение. Чем закончился бой, вы все прекрасно помните. Я имею в виду Геннадия Головкина и Келла Брука. И можно сказать, что этим боем вообще карьера Брука оборвалась. То есть, Геннадий Головкин нанес ему травму, которая фактически несовместима с боксом. То есть, у него теперь всегда будут проблемы с этими глазницами. Дальше был Дэниел Джейкобс, который на момент поединка с Головкиным проиграл вообще всего лишь одну встречу. И проиграл он Дмитрию Пирогу. Все этот помнят брутальный нокаут в пятом раунде. Не будем еще раз на нем останавливаться. Я просто скажу, что Дэниел Джейкобс знаменит тем, что, во-первых, он в двух боях победил Серхио Мора. Также он нокаутировал Питера Куилина вообще в первом раунде. И на момент боя с Головкиным у него был просто невероятный рекорд из 33 боев, одного поражения и 31 боя выигранным нокаутом. Если Джейкобс, по-вашему, не топ, то я вообще не знаю тогда, кто топ. Впоследствии Джейкобс проведет поединок с Альваресом, где проиграет близким решением. Он был первым, кто закатил Головкину настоящий поединок. И с этого момента, можно сказать, у Головкина начался такой спад. И тут-то мы переходим далее к Альваресу, да, к двум боям против Альвареса. Альварес, конечно же, увидел, он заметил этот спад. И вот именно тем, что у Головкина начался спад, и объясняется как раз организация этого поединка. На мой взгляд, Гена оба боя, ну, по крайней мере, второй бой точно не проиграл. Первый бой выиграл очень уверенно, во втором бою я бы отдал ничью. Дальше у нас был поединок против Сергея Деревянченко, который тоже является топовым боксером среднего веса. И подводя итог вообще всей карьеры Головкина, можно сказать, что он является, ну, точнее, он является вторым человеком по количеству защит титулов в среднем весе. А встречи с ним мазались Серхио Мартинес, Чавес-младший, Кота, Альварес, пока Головкин не постарел. Ну, и единственное, за что Головкина можно упрекнуть, ну, на мой взгляд, это два момента. Во-первых, это бой против Андреа Уорда, потому что он не рискнул все-таки его принять, они не смогли договориться по поводу веса. Ну, и второй момент, что он не пошел дальше по весовым категориям. Многие ему приписывают как раз именно вот этот недостаток. Но, ребята, все-таки Гена, он маленький средний вес. У него, он категорию среднего веса делает вполне комфортно. То есть, и ни разу у него не было такого, что ему там приходилось раздеваться дополнительно, то есть, я имею в виду, снимать трусы, да, уходить на дополнительное время, чтобы согнать вес. Нет, он всегда укладывается в рамки среднего веса, что говорит о том, что он делает его как бы с запасом. Поэтому из карьеры Головкина можно сделать вывод, что вторая половина, она прошла полностью в боях с конкурентной оппозицией, с высокой топовой оппозицией. И объявления Головкина в мешковой диете, в мешковой карьере, они беспочвены абсолютно. Вот, это был мой обзор, мое видео по поводу Геннадия Головкина. Если оно вам понравилось, ставьте большие пальцы вверх. Не забывайте подписываться на канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Это очень важное развитие канала. Подписывайтесь на мой инстаграм. Всех был рад видеть. До скорого.